Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна на библейском портале экзегет. Сегодня мы читаем 21 главу. После того опять явился Иисус ученикам в Своем приморье Тивериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фоман, называемый Близнец, и Нафанаев, и Сканы Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других учеников его. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Говорят ему, идем и мы с тобою. Пошли и точас вошли в водку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону водки и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одежду, ибо он был наг и бросился в море. А другие ученики приплыли в водке, ибо недалеко были от земли, в октя около двухсот, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им, принесите рыбы, которую вы теперь поймали. Иисус, воскрешший, являлся своим ученикам на протяжении сорока дней, и было целый ряд таких явлений. И он, в частности, явился на море Тивериадском. Петр и другие апостолы, они были рыбаки по профессии, и они пошли ловить рыбу. Они пошли и всю ночь ловили, не поймали ничего. Когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, апостолы его не узнали, и он дает им повеление закинуть сеть по правую сторону лодки и поймать. Они закинули, не могли вытащить сети от множества рыбы. Этот эпизод воспроизводит чудесный улов, который уже раньше появляется в Евангелии, когда Иисус велит Петру закинуть сеть. И Петр сначала недовольно так ворчит, что мы всю ночь ловили и не поймали ничего. И, наверное, в нем говорит такая профессиональная гордость. Он рыбак, он знает, как рыбу ловить. И если не поймали, значит, не поймали. Но по слову твоему закинуй сеть. Ну, если ты вот так хочешь, давай закинем. И тогда он вытаскивает эту рыбу. Там оказывается огромное количество рыбы. Еле-еле они могут ее вытащить. И в этот момент Петр понимает, с кем он имеет дело. И он падает в ужасе, припадает к ногам Иисуса, говорит, выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный. И вот этот эпизод, он воспроизводится уже после воскресения. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Ученик, которого любил Иисус. Это, видимо, как раз автор Евангелия Иоанн. Но Симон же Петр, услышав, что это Господь, опаяцался одеждой, ибо он был наг, бросился в море. То есть он поскорее бросился для того, чтобы встретиться с Господом. Другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, в октяку двухсот, таща сеть с рыбой. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, и на нем лежащую рыбу и хлеб. И Иисус говорит им, принесите рыбу, которую вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три. При таком множестве не прорвалась сеть. И Иисус говорит им, придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. И Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим, по воскресенье своем, из мертвых. И мы видим здесь, что Иисус разделяет с ними трапезу, придите, обедайте. И это подчеркивает его физическую природу. То есть явление Иисуса Христа, оно не было явлением призрака, оно не было явлением духа. В то время люди верили в призраков. Призраки являлись, это было зачем-то совершенно нормальным. Это никого бы не удивило, но здесь подчеркивается, что Иисус воскрес абсолютно телесно. Он разделял трапезу с апостолами. Он воскрес телесно и физически, а не как-нибудь духовно, или уж тем более не метафорически. Он буквально и телесно воскрес из мертвых, и вот с ними разделяет трапезу. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И Иисус говорит ему, паси агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И Иисус говорит ему, паси агнцев моих. Говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. И Иисус говорит ему, паси агнцев моих. Этот диалог между Петром и Иисусом, он напоминает нам о том, что Петр три раза отрекся от Господа в свое время, и это троекратное исповедание «Ты знаешь, что я люблю тебя», оно снимает вот это троекратное отречение. Господь Иисус дарует прощение Петру и говорит ему «паси овец моих», то есть восстанавливает его в апостольском достоинстве. Мы видим, что один из первоверховных апостолов, мы говорим «первоверховный апостол Петр и Павел», вот один из первоверховных апостолов – это тот человек, который в минуту опасности от Господа отрекся. Но Господь его не отвергает, потому что сам Петр ищет прощения, и Господь ему это прощение дает, и дает не только прощение, он его восстанавливает в его апостольском достоинстве. Иисус говорит ему «паси овец моих», истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему «иди за мною». Господь предсказал Петру мученическую кончину, которую Петр и принял, он был в Риме распят вниз головой. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал «Господи, кто предаст тебя?». Его увидев, Петр говорит Иисусу «Господи, а он что?». Иисус говорит ему «если я хочу, чтобы он прибыл, пока я приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но «если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик свидетельствует о сём и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Иоанн подчеркивает, что это его личное свидетельство, то есть это не просто вот пересказ хотя бы свидетелей, а это вот он сам говорит, сей ученик и свидетельствует о сём и написал сие. И мы знаем, что истинно свидетельство его. И это свидетельство является неизбежно неполным, потому что, как говорит апостол Иоанн, самому миру не вместить написанных книг. Мы с вами прочитали 21-ю заключительную главу Евангелия от Иоанна на библейском портале «Экзегет». Воскресенье Уинжение